Авторские модели и традиционная одежда. В Чувашском национальном музее на выставке «Роспись иглой» прошла презентация специального проекта от Игоря Додиани. Национальные традиции в современном костюме. Проект знаменитого кутюрье. Одежда от Игоря Додиани дополнила уникальные экспонаты из коллекции Русского этнографического музея Санкт-Петербурга. Я горжусь тем, что имею возможность сегодня показать то, чем мы сами горзимся. Это национальные традиции, которые сегодня представлены с музеев, центральных российских музеев-сокровищниц. Это Эрмитаж, это этнографический музей. Ну и, конечно, мои попытки имитировать эту роскошь, дошедшую до сегодняшнего дня. Здесь представлены многие платья с наших больших коллекций. Это гладь, это золотое шитье. Это все то, чем, наверное, мы все сегодня горзимся. Это наше невероятное наследие. Сам маэстро называет эти платья одеждой для победительниц. Игорь Додиани привык преодолевать трудности, которые ему подкидывала жизнь. И уверен, что любое неприятное событие должно заканчиваться грандиозным хэппи-эндом. Невозможно выделить что-то одно более дорогое или менее дорогое. Бывает очень легкая, прозрачная вещь, но она навеяна какими-то своими чувствами, ощущениями. А вообще все платья, все коллекции, всех платьев – это платья для женщин-победительниц. Знаете, некий в творчестве и в жизни хэппи-энд. Очень много бархата, очень много ярких оттенков, всего жизнерадостного. Ну, я люблю победу. Этот проект – своеобразный диалог времени, где встретились прошлое с настоящим. Народные элементы украшают стильные современные платья и костюмы. Известный кутюрье часто использует в своих работах различные техники традиционной вышивки с особой любовью – шитье, металлическими нитями и бисером. Игорь в своем творчестве, так же, как и мастерицы, использует, учится, наверное, у них, да, использует вышивку, вышивку золотную, золотой нитью, золотное шитье. Использует чувашскую вышивку. И вот в этой части он даже открылся совершенно с другой стороны. Блеск и яркость некоторых моделей. И в то же время есть модели, которые абсолютно полностью сделаны в традициях и с использованием техники чувашской вышивки. Это и гладь, это и счетная вышивка, это и мережка с перевитью. В коллекции маэстро есть изделия с уникальной чувашской вышивкой. Впервые на выставке представлен костюм императрицы, сшитый для фильма «Гардемарины 4», который выйдет в прокат весной 2019 года. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика.